здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала с вами элеонора гид в праге сегодня 2 марта суббота а это значит в праге работает блошиный рынок ну упс собралась я не туда собралась я в небольшой городок закупы где тоже сегодня будет блошиный рынок но отличие в том что он проводится раз в месяц именно в первую субботу месяца поэтому я еду туда ехать мне около часа погода дождливая пасмурная но я надеюсь пока я доеду дождик уже не будет идти будет хорошая погода и я для вас сниму там видео обзор ну вот я добралась наконец-то до места городок закупы так выглядит центр города площадь свободы это чумная колонна или чумной столб ставились такие столбы в европе после эпидемии чумы в память о жертвах этой страшной болезни ну а я иду дальше мне вот на эту улицу герб города описано радница то есть камерия и мне вот по этой улице до конца блошиный рынок расположился прямо возле замка закупы вход стоит 50 кро и вам надевают вот такой браслет вот здесь продаются занавеси шторы то бишь какое-то постельное белье еда можно покушать кто голоден ну и вот начинается собственно сама барахолка не симпатичный чайничек издали подумала что это настоящий патифон а оказалось это стилизация но все равно симпатично сейчас с вами посмотрим что это за чайник клейма нет роспись ручная но достаточно грубая старенький чайничек а фигурка это это скорее всего от royal dux от крыловарской фарфоровой фабрики красивый олень какой-то музыкальный инструмент не знаю что это такое лютня и старенький подсвечник и старенький подсвечник и вот какая милая вещица на дверь вешает колокольчик а вот это коллекционные чашки я уже в каком-то своем видео рассказывала об этом они старенькие их собирают для коллекций вот с видами карловых вар и вот какая красивая чашечка чтобы не разбить немецкая очень симпатичная очень симпатичная жуки чья-то коллекция когда-то была и опять жуки ой это что такое это чьи-то ногти когти зубы что это такое не знаю вот старенькие фотографии продаются украшения вот меня просили снимать бижутерию особенно что-то интересное я тут не вижу а вот чешский хрусталь похожий очень на то что я как-то видела в праге но цена гораздо выше 400 крон ну красавица и вот симпатичная 200 крон если в рублях то это будет 800 рублей сколько опасных бритв наверное их кто-то собирает а вот наперстки всевозможные вот наперстки всевозможные вот этот симпатичный ну ну мы все все но вы собираете таки но все все симпатичный и вот симпатичный вот какой симпатичный красный 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 какие-то миниатюрные картины картина маслом симпатичная но это чешский фарфор это Китай ну тоже очень симпатично здравствуй Новый год но мы уже в преддверии Пасхи с вами и вот какие симпатичные фигурки фигурки это что это наверное Палех или Федоскина кто разбирается в этом пишите в комментариях что это слоники вот этот из камня но по-моему у него отбит нос и вот симпатичная сова тоже старинная фотография для открытки это вид города Либерец центр города наверное Библия Малахитовое стекло но должно быть крышечка вот можно купить даже номерной знак кучу всяких железяк вот сижу помните сижу ничего не делаю примус подчиняю шпаги мечи чего тут только нет старенькие ключики они кстати так еще стоят не дешево так 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 какие-то тарелочки ну это Чехословакия точно Перкинхаммер красивая да это это завод Карловарский старые роллы если я не ошибаюсь так а это это Эпиак а это с мейсонским букетиком она тоже старые красивые вот это можно наверное даже взять я сейчас прошу сколько она стоит если не дорого то я ее заберу 50 крон но симпатичные 50 крон или 200 рублей ну в общем заберу вот 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 еще сумочка какая симпатичная с гобелиной старенькая а сколько стоит 100 крон стоит 100 крон ну или 400 рублей сейчас мы посмотрим что внутри но она конечно видите уже под реставрацию симпатичная будильничек слава вот эта тарелочка стоит 150 крон а вот еще какая старенькая чашечка написана на память но она видите уже с трещинками а вот еще какие симпатичные тарелочки старенькие 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 фигурки бутылки опять фигурки это вот керамика легкая кстати 20 крон стоит 20 крон или 80 рублей но для чего это может быть использовано я не знаю что из этого есть пить не понятно машинки ну вот это все коллекционная одна машинка стоит 50 60 крон умножайте на 4 военные стоят подороже и дальше вот их огромный огромный выбор ого вот это трубки курительные жемчуг натуральный кораллы браслет янтарный браслет янтарный стоит 2 500 настоящий янтарь ну и это винтажный браслет у не это украшение серебра тоже все 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 А вот и бебезьян, наверное, от Штайфа, старенькая. Носик у нее уже протертый. Урановое стекло. Светится урановое стекло при освещении. Посмотрите, как красиво. Красота ведь. Так, это какие-то фонарики, а это пивные кружки. Вот какое зеркало, огромное, картины, а вот это медные предметы, это для выпечки, по-чешски называется бабовка, ну или такой круглый кекс, вкусный очень. Видите Розенталь эпохи Второй мировой войны. Какая красивая ваза. Но такая ваза стоит дорого, около 5000 крон или 20000 рублей. старые кукленыши Розенталь. Вот такая красота. 400 крон. О, 100 крон и 400 рублей. И птички есть. Вот зимородок красавицы. Так. А это уже не Розенталь. Это целая сада. 12 месяцев. 12 сентября. Да, им это написано. Май, дали третий месяц. Ясно. А это целая серия 12 штук. И каждая тарелочка посвящена отдельному месяцу. Это июль. А сколько стоит? 100 крон плюс. Ага, есть. Такие. Стоит тоже 100 крон за штуку. Ой, смотрите, какие маленькие тарелочки. Это Розенталь. Это Розенталь. И ручная роспись. Красивые. О, а это диафильмы. У меня в детстве такие были. Дякую вам насладану. А вот уже весенняя тематика. К Пасхе. Тут какие-то духи продаются. Мыло. И цветочки. А рынок вот еще большой, большой, большой. Старенькие флакончики от духов. Эти какие. Это натуральный камень. Только не знаю какой. Тоже красивый. Король. Генрих. Генрих. Генрих какой-то. Так. А это, видимо, от чего-то снято. Не вижу деколито или ручная роспись. И вот посмотрите, какая красота. Арт-деко. Игрушки. Куколка немецкая. Ой, старенькая. Старенькая. Немецкая. Куколка, наверное, немецкая. Но не сто процентов. А вот это точно чешский малыш. Франтишек его зовут. В 60-е и 70-е годы выпускался. А в этих ящиках все по 10 крон. Что хотите. Большое. Маленькое. Фарфоровое. Фаянсовое. Все по 10 крон. Вот такой молочник. Хеннеберг. 60-е, наверное, 70-е годы. И, кстати, в хорошем состоянии. Симпатичный. 10 крон. Что тут еще есть? Что-то современное. Тоже Германия. И вон чашка к тому. Вот блюдечко китайское. Но, в общем, поняли, да? Что здесь все в борознобой. И вон похлама лежит. Пивные кружки. И вот кофейник тоже, наверное, немецкий. Это тоже 60-е и 70-е годы. Тоже Хеннеберг. Симпатичный какой. И уже это все никому не нужно. Нет, кому-то нужно, кто-то же купит. И он несет домой, наверное. Трио. Винтерлинг. Красивая какая птица. Это английские чашечки. Я такую чашку одну нашла. Без блюдца. На барахолке я не стала брать. Ну, а зачем она нужна без блюдца? Правда? Какая-то тарелочка с подрисовкой. Сейчас с вами посмотрим. Нету клейма. Ну, старенькая, наверное. И вот симпатичные винтажные предметы. Розенталь. Розенталь. Так, а это тоже Германия. Это уже Германия 190 крон. Это, наверное, Чехословакия. Так, не разбить у меня ничего. Нет, это Германия. Легкая-легкая чашечка. Так. Тоже Германия. Клейма вам видно. Весь набор стоит 650 крон. А тут вообще все по 5 крон. По 20 рублей. Вот я опять вижу Германию. Тоже 60-е. Угу. Ну, какие милые. По 50 крон. А вот это похоже на художественную мастерскую какого-то фарфорового завода. В принципе, сейчас на Мэйсонском фарфоровом заводе приблизительно также ученики осваивают свое ремесло. Угу. Ну, какая миленькая. Причем, это ручная работа. Но хотят за нее 200 крон. Сейчас попробую договориться. В общем, договорилась я за 150 крон. Какие гущи замечательные. А этого русского. Ага. Есть наколик стоит. 500 крон вербилки. В прекрасном состоянии. Они просто как новые. А еще здесь продают рассаду. Красивые. прошедшие карты с г results amI. Home also has my feet and I guess re-s posts. Отлично сделали när del pad Sebastian upI. Мы оченьesisные. И они também яркие. Так и жар arterоз sprawная планета. Рочи очень хороший чe. Его глазeswar. Я несveer 5 швей. Деньги являются equation не смогли К сожалению, тут не найти. Вот это яблайнакская бижутерия, скорее всего. Такие вот старенькие клипсы. Тоже старенькие клипсы. Браслет. А это, возможно, что-то старенькое, но я не знаю, что это такое. Это карты как будто вручную расписаны. Красота. Не могу проходить мимо цветов равнодушно. Уже хочется что-то купить. Надо себя держать в руках. Винтаж и еда находятся рядом. Это там хлопья и одно, что-то там выезжает. Конфетки, конфетки, слива в шоколаде. Все это польское. Еще и коровка. А вот кого-то ждут гуси и зайцы. Вот еще есть куколки. Старенькие, немецкие. И вижу старенькую, советскую. Сейчас мы спросим, сколько стоит такая куколка. Вот этот пацанчик какой милый. Ну просто хорош. Хорош мальчик. В родной одежде. Просим вас, а колик стоит? Вот этот стоит 800 крон. Мальчик. Не знаю, можно ли оттереть личико. Но одежда все-все-все родненькое. Так. Сейчас еще дотянемся, посмотрим на эту куклу. Мальчик целый. Причесочка не очень. Обувь. Обувь есть. Кракелюр есть. Но так, в принципе, в неплохом состоянии. А на глазки у нее пожелтели. А колик стоит? Телец сто... За несем цел тысяч. За тысяч? Да. Но если вы возьмете вис, так я вам нечам. Так 800 крон почитайте. Угу. 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 Ясно. Ну вот 1000 крон или 4000 рублей. Эта девочка стоит. Девочка тоже какая симпатичная. вот эта красотка. просто красотка. И колясочка для куколок Ну вот кто-то уже и собирается уезжать В общем я находилась, набродилась Наприседалась до этих коробок Кое-что купила Благодарю вас за внимание Спасибо, что досмотрели видео до конца Надеюсь вам было интересно Пишите в комментариях, как вам понравился Этот рынок В местечке закупы Интереснее он, чем пражский Или нет Если не смотрели видео о пражском Балашинном рынке То я вам оставлю в подписи Ссылочку на это видео Можете посмотреть Ну что же, желаю вам всего наилучшего И до новых встреч